Девушки отдыхают 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 и ее новый клип на песню «Люди». А знаешь ли, Илья, что в интернете столько много видео, которые мотивируют людей заниматься спортом? Я, кстати, подыскала одно с одной девушкой. И смотри, чем она занималась. Я знаю, чем занималась эта девушка. Я до эфира посмотрел. Дорогие друзья, вам я с удовольствием расскажу. В общем-то, все очень просто. Эта девушка решила похудеть. Ну и не просто похудеть, как обычно это делаю я. Я дома в одиночке сяду, не ем после девяти. Все очень просто. Она пообещала своим подписчикам, что каждый день она будет выходить на пробежку. Она будет заниматься в тренажерном зале. И в течение 20 недель она должна похудеть на энное количество килограммов. Удалось ей или нет, спросите вы, с удовольствием я вам отвечу на этот вопрос. Удалось. Причем самая главная мотивация, как она сама рассказала, это подписчики. Ей было тяжело с утра вставать. Ей хотелось кушать после девяти, как всем нам обычно, да, это хочется сделать перед сном. В общем-то, ее мотивировали подписчики, и ей удалось. Это отличный способ привести себя в хорошую физическую форму к лету. Подхачаться. Тем более, что до лета осталось сколько, Танюш? Три месяца. Три месяца. Чуть-чуть больше, смотри. Поэтому, друзья, занимайтесь спортом. Если у вас есть подписчики, вот у меня 17 человек. Ради вас я с удовольствием готов еще скинуть, ну, два килограмма. Так, а теперь давай посмотрим, кто же выиграл у нас на прошлой неделе. Да, дорогие друзья, я с удовольствием напомню вам, что у нас проходит интерактив. Ваша задача, следите за нашими обновлениями, наша страничка есть в ВКонтакте. Да, на прошлой неделе мы просили всех бложить и стать модными блогерами. И вот, Лизавета Ходоренок, поздравляем. Она сняла свое видео. Как-то научилась играть в бренды, но это не вопрос. Снимала она его, конечно же, не сама, но, видимо, кто-то ее снимал. Роли качественные, нам очень понравился, наш редактор его оценил. И мы поздравляем победителя. Что же она получает? Она получает в платиновую карту в караоке холл статус. Ну, друзья, мы поздравляем вас. А интерактивы этой недели таков. Спросите вы, что делать? Брать телефоны, снимать, селфи, может быть, рассказываю. Ваш способ быть здоровым. Присылайте нам на нашу страничку ВКонтакте видео, в котором вы расскажете о вашем способе похудеть. Как вы это делаете, как вы это, может быть, собираетесь делать. Видео обязательно должно быть вашим, авторским. То есть скачанное уже не надо там с интернета. 20 секунд, не больше. Дорогие друзья, в следующий вторник, как всегда, подведем итоги, и победитель получит платиновую карту в караоке холл статус. В любое свободное время можете приходить и петь любимые песни наших белорусских артистов. Ну, не только ведь похудеть, но мы хотим видеть способ быть здоровым. Может, кто-то нам еще что-нибудь покажет интересное. Интересное. Это ты еще слабо намекаешь нашего гостя. Тогда, пожалуйста, представляй. Вот, и у нас уже, я слышу стук палок и шаги нашего замечательного гостя, который умеет ходить с пользой для здоровья. Это Александр Мех. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, друзья. Как я вам статья написала? Человек, который умеет ходить с пользой для здоровья. Да, мы рады вас видеть у нас в прямом эфире программы «Пин-код». Вообще, как у вас настроение? Почему вы перешли не с пустыми руками, а с палками? Рассказывайте, что же такое скандинавская ходьба и, самое главное, чем она отличается от обычной? Пожалуйста. Ну, мне 4 года назад наткнило вот этот инструмент. Две палки, которые можно взять в руку. С тех пор я сплю с такими темляками. И захопляюсь ходой, потому что я наткняю подчас ходы, являются некие новые идеи, сутркаешь новых людей. И мне просто это бавить. А чем отличается вообще с палками, без палок? Какая польза для здоровья? Можно пораунать, что вы на парень опираетесь и дети. Это просто помогает идти худшей, лягшей, пройти больше, меньше стомиться. Поэтому первая, кто приходит с канинавской ходу, это бабули и дядули. Но это не только для старых людей. А откуда вообще появилось такое движение? Может быть, вы знаете историю происхождения. Ну, приписываюсь это до финал. Яны за все, что интересно, выдумляются. На этот раз яны попробовали пройстись в летку без лыж. Миновата спартовцы в летний период пошли выкрасовывать кейки, палки под час своих тренировок. И уже заважили, что вельми добрые выники. Так само я с устрока в неких границах, что есть приклады и советских спартовцев, которые выкрасовывали палки на сборах и потом так само подтягивали свои результаты. Ну, а как люди реагируют? Вот идете вы по городу, центр города, плюс 27, ну, допустим, либо минус 37. Потому что летом, я так понимаю, вы тоже занимаетесь, правильно? Ну, так, так. Да. Как люди реагируют? Не подходят, не говорят, а молодой человек, может быть, вам лыжи подарили? Ну, признаюсь, что это самое такое популярное было питание, и мы нам вот уже скучаем по им, потому что зараз уже люди призвучились, башили здесь нигде, и все меньше-меньше задают питание, что это за цирк такие. А в чем вообще разница палок? Они какие-то специальные, или можно лыжные брать, или обычные деревянные? Я посмотрел, здесь можно регулировать, наверное, либо подрост, либо... Что это значит? Ну, саправды, моя первая спроба была взять звычайные лыжные палки, посправить, что же это такое. И шмат людей, именно ведь от этого начинают. Потом уже, когда человек, отчувая, что, ну, у этого есть есть некий сенс, он начинает текавиться экипировкой, случайно подбирая палки цельные под его рост, когда я планую некий подорожить и делиться с кем-нибудь чельцом в своей семье, то и он может брать телескопичные палки, какие-то можно сквозь и взять с собой заплесчник подороже. А вот вы говорите, в основном приходят люди постарше, а вот помоложе. Ты на меня сейчас походишь. Можно туда попробовать походить? Ты на что намекаешь? Ты хочешь, чтобы я прямо сейчас в студии взял палки и попробовал? Нет, ну мне на самом деле интересно. Если есть такая возможность, я бы с удовольствием попробовал. Ну, я зараз пошукаю, тут здесь был комплект палок, мы можем с тобой поспробовать. Простите. Пожалуйста. А я посмотрю. Здесь у нас, да? Да. Вот. Для этого у нас есть темляк. Такое тюркское, похоже, не слово. Мы протягиваем руку, как бы саму перчатку. Так, вот так. Протягиваем сюда. Так. И зашлипаем. Есть. Так, ну, колью есть у нас сейчас, то мы еще и другую, колью нету, можем просто взяться. Давайте, давайте уже полностью буду. Или это как лыжник прямо сейчас? Или уже прям по спорту? Ну, я тебе скажу честно, что я катаюсь иногда на лыжах и выгляжу я приблизительно точно так же. Я обычно в костюме. В костюме. И бабочки. Ну, сейчас я просто... Его и без лыж, да? Обычно вот так прям катаюсь. Ну что, с чего начнем? Доброе. Давайте ставим левой ногой вперед. И как бы сам забираемся с кем-то повитаться. Протягиваем руку. Коли мы витаемся, завершайно тягнется палка под острым углом. Отчуйте зараз упор, что можно штурхнуться от палок. И по части си. Начинаю. Ну, тут зараз... Скользит. Тут зараз слизко, а человек по час ходы повинен отчувать, что он штурхается, допомогая своим рухам рук, исти, хучей. Ну, на самом деле, это не так просто, как кажется. То есть, Александр, нужно где-то учиться этому, или можно самостоятельно посмотреть в интернете ролик и повторить вот сейчас, как это делает Илья. И к выходу ушел. И к выходу ушел. Можно было поравнять это с оболоданием иншей мовой. Можно и самостоянно оболодать, а можно угруппить и зарпитиртором, заработать это худше и больше корыстнее доведаться. Александр, знаете, что я вам хочу сказать? Спасибо, во-первых, что вы до нас дошли. Потому что сегодня у нас похолодание. Вы безлышно все-таки с палками. Мы вам желаем творческих успехов. Вы к нам приходите, когда будет какое-то соревнование. Весь проходит соревнование, правильно? В Европе довольно часто проходят ситуации. Так, не так давно ездили в Финляндию. Александр, какое место заняли вы? Пожалуйста. Вы говорите первое, мы все равно не будем проверять. Пожалуйста. Вау спеши. Нормально, поздравляем. Скромный вы молодой человек. Все равно хорошо. Кто же перепроверил так. Не стесняйтесь, ходите с палками по городу. Это круто, это интересно. И самое главное, это физически полезно. Анюш, молодец, как подведет постоянно. Хоть стой, хоть падай, но я не упаду, у меня есть палки. У нас-то тема спорт и здоровый образ жизни, поэтому я предлагаю посмотреть, чего нам тут прислали наши телезрители. Давай. Спасибо, Александр. Мы его провожаем и смотрим интерактив. Ксения Мельник. Сделала себе и подтягивайся, и хоть пресс качай, и все, что угодно можно делать на вот таком вот турникете. Суровая девушка, судя по всему. Да, кстати, для девушки. Я уверен, Светлана Литвинова. 32, да? Да, 32. Так, Светлана, вы у нас молодец. 32 килограмма. Светлана, это вы тягаете такую гирю? Это больше, чем половина моего веса. Вы просто молодец. Просто молодец, да. Пожалуйста, Татьяна, опять Светлана Литвинова. Тут и соска, мне кажется, тоже уголок спорта и мяч, а у нас футбол с большими мячами. Здесь очень важный момент. У нас фитбол. Это очень важно. Чем отличается футбол от фитбола? Светлана, этот вопрос я задаю вам, потому что я только умею играть футбол. Наверное, ногами? Ногами? Ногой. В общем, мы обязательно спросим. Это просто спортивный мяч, судя по всему на самом деле. В общем, спасибо за фотографию. Еще. Маргарита Снапко. По боксу. Слушайте, сколько много спортивных наших телезрителей, тем более девчонки, которые занимаются не просто фигурным катанием, да, допустим, или гимназикой. Бокс, тэквондо. Вы молодцы, друзья. Присылайте больше, больше фотографий. Кто знает, может быть, вам сегодня улыбнется удача, и вы получите супер-приз. Я напоминаю, что у нас очень скоро группа Бумбокс. Легендарная группа. Очень их ждем. Для тех, кто смотрел историю в Инстаграм, уже успели заметить, что ребята в отличном настроении и очень ждем Андрея. Ну, пожалуйста, еще и... Да, и еще я хочу сказать, что ведь на днях исполнилось 89 лет витамину D. Не может быть. Я тебе говорил, кстати, за кадром об этом. Не может быть. Мой любимый витамин D. Вот не хватает нам солнышка, а его искусственным путем сделали. И, между прочим, немецкий химик Адольф Виндаус, если не ошибаюсь, получил Нобелевскую премию за это. Вот, ну... Это так, информация... Да, это просто, для общего развития. Для нашего зрителя тоже знали, что и как... Да, и давай еще посмотрим пару фотографий. И еще фотографии. Анастасия Лагун. Опять. Вот тоже по боксу. У нас что-то девушки и гири поднимают, и... Девчонки, я не знаю. И в драку лезут. Татьяна Денисковец. А, от дивана отжимается. Отжимание? Наверное, конечно. От пола не очень. От пола не очень. Когда ножки наверху, и ты уже в него. Ну, детям простительно. Это более легкое упражнение. Так. Целый круг здоровья. Ну и все. Пока. Ну что, пока все, друзья. Присылайте еще больше, пожалуйста, фотографий. Я напоминаю, что мы есть, в принципе, в любой социальной сети, но самая активная сеть, это у нас контакт. У нас уже практически 14 тысяч подписчиков. Заходите, участвуйте в нашем интерактиве. Ну и, конечно же, кто-то из вас сегодня получит вот такой замечательный диск группы Boombox. Между прочим, новенький. У меня такого еще нет. У меня нет. А я уже вижу, где-то там стоит наша любимая Катя Дадыркина. Катя фон Дадыркина. Привет. Встречаем тебя. Катюша, здравствуй. Здравствуйте, ребята. Ты, как всегда, в красном. Ты, как всегда, не с пустыми руками. С подарками. И где моя еда? Где, собственно говоря, то, за что в прошлый вторник я тебе заплатил 15 рублей? Пожалуйста. Прости, Илья, потому что мне искренне не хватило на еду тебе в этот раз. Как в принципе всегда. Но 15 рублей, на самом деле, очень много вариантов, как потратить. Я выбирала долго и мучительно. Но! Отдохнула все-таки. Отдохнула. А давай, вот как она отдохнула, посмотрим после рекламы. Мы продолжаем. Это Пин-код. Прямой эфир. И у нас в гостях несравненная. Екатерина фон Дадыркина расскажет, как же она отдохнула на 15 рублей. Шканула. И почему она пришла, я уже говорил и повторю, практически с пустыми руками. Катя расскажет. Не с такими уж пустыми расскажу. Ну ладно. До 15 рублей можно так разгуляться, я тебе скажу. Тебе, конечно, не понять, наверное, но наши зрители кучу вариантов предлагали. Они предлагали мне отремонтировать авто, они, наверное, видели, в каком оно состоянии. Сходить в музей, театр или цирк. Ну, можно и дешевле. Я думаю, что 15 рублей потратить поинтереснее. Посетить курсы игры на гитаре, курсы английского или актерского мастерства. Здесь мне не хватило. И Анастасия Круп предложила съездить покататься на лыжах или поиграть с друзьями в лазертак. Пока читает Катя, я просто напомню нашим зрителям, что именно вы можете менять ход нашей программы, причем в ее замечательной рубрике. Вы давали дельные советы и просили. Вот, допустим, съездить покататься на лыжах. Ну, мне очень нравится. Анастасия Круп, отличная идея. Я не стала ее слушать. Молодец. Катюша, отличная идея, говорит, но я не стала ее слушать. Я пошла по-своему, потому что 15 рублей мне хотелось вот от души потратить. Но Анастасии Круп за интересные идеи я также подарю сертификат в то место, где я была. Мы уже сказали, еще раз напомним, что идея Анастасии это покататься на лыжах на 15 рублей. Что мы подарили? Мы подарили сертификат на активный отдых. А какой активный отдых? Выдели она сама. Подожди, на 15 рублей можно все-таки гульнуть, так, чтобы более чем. Я тебе скажу, что можно и на 10. Просто мне осталось 5 рублей. Давайте так. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Внимание на экран. Смотрим сюжет. Если вы истинный поклонник Робин Гуда, то и в 21 веке вам ничто не помешает предаться любимому развлечению шаровского разбойника. Конечно, до его мастерства мне еще стрелять и стрелять. Но ради такого благородного дела не грех пожертвовать 15 рублей, полученных на прошлой неделе. Инструктор согласился помочь. При условии, что я сниму с себя шубу и платье. Надо хорошую коммунтажную одежду. Я поняла. Хорошо. И пока я привыкала к новому наряду, наставник объяснял, что в стрельбе из лука важна не столько меткость, сколько умение отключаться от эмоций. Целиться намного удобнее по стреле. То есть можете даже немножко лук, видите, как в фильмах. То есть заворачивать, тогда с него намного удобнее целиться. Но прежде чем выстрелить, придется приложить силушку богатырскую. Женской руке тугая тетива поддается не сразу. Облегчить задачу поможет арбалет. Этакий модернизированный лук. Он хоть и выглядит внушительно, но в обращении довольно прост. Самое главное – это зарядить арбалет. То есть здесь нужно приложить усилие 43 килограмма. Во мне чуть-чуть больше. Ну да, значит надо поверить в тебя. Наблюдение за вылетающей стрелой дух, конечно, захватывает. Но сложная перезарядка арбалета быстро утомляет. Самое время освоить оружие попроще. Духовую трубку, например. По мушке целитесь, ну, допустим, вот стол-мишень. И сильным дыханием вы дыхаете в эту трубочку. Резкий выдох. А вот попытки совладать с ножом успехом не увенчались. Оно и к лучшему. Теперь вы знаете, что на кухне я опасности не представляю. По крайней мере до тех пор, пока не берусь за более опасное оружие. Заряжаю патроны, снимаю с предохранителя и сталкиваюсь с новой проблемой. Левый глазик надо закрыть. Нет, мне же не закрывается глазик. Представьте, что вы пират. Он не закрывается. Как глаз может не закрываться? Вот зрел не закрывается, честно. Но эту ситуацию легко обернуть в свою пользу. Ведь по закону женской логики два открытых глаза должны удвоить шансы попадания в цель. Правда, инструктор на мои умозаключения отреагировал скептически. Идем проверять. Вот эти вот большие, это точно мои. У меня же большие патроны. Да, да, у вас очень большие патроны. Большие патроны. Я с вами не знаю. После таких внушительных результатов можно взяться за цель посерьезнее и за оружие посолиднее. Похоже, я нашла неплохой метод бесконтактной окраски авто. Но не хотелось бы, чтобы на месте мишени оказался собственный автомобиль. А вот рабочие машины мне не жалко. Эй! Эй! Ты куда? Мне теперь, вы знаете, что интересно? А как Катя Дадаркина будет теперь ездить на сюжеты или пешком ходить? А я очень надеюсь, что денег, которые в тех конвертах имеются, мне хватит на велосипед, и я буду кататься. Нет? Катя, ты как нормальная современная девушка смотришь на конверты, потому что там лежат деньги, это понятно. Но меня другой вопрос интересует. Пожалуйста, вот прямо сейчас возьмите Катю Дадаркину крупничком и попробуй закрыть сначала правый глаз. Я, ну зачем ты это делаешь? Пожалуйста, давай. Вот так могу. Давай. Нет, нет, давай нормально. Правый глаз, попробуй закрыть. Ты серьезно, ты не можешь? Я реально не могу. А левый? И левый не могу. Могу два закрыть, могу по одному вот так вот сделать. Как ты стреляла, объясни мне, пожалуйста. Метко, ты мог посмотреть, я действительно метко попадала в цель. Как-то у меня так шанс в два раза больше попасть. То есть с самого детства не умеешь закрывать один глаз? Да, вот такая у меня травма детства есть. Слушай, какое прекрасно. С грустью это рассказала. На самом деле можно взять с собой человека, который будет стоять рядом. Который будет закрывать один глаз. Держалась. Серьезно, я готова взять с себя. Спасибо, Катюша. Я подумаю, что ты нам принесла? Да, вот этого не было в сюжете. Этого не было в сюжете. Стой. Потому что я принесла это для вас, дабы разделить развлечения. Пожалуйста. Вот, это мой дартс. Он не совсем стандартный. Это видно. Дартс без дивана. Здесь... Очень с диваном пока что, подожди. Нет, дартс называется без дивана. В его центре диван, и ваша задача попасть как можно дальше от этого дивана. Как можно дальше? Дальше от дивана. Я же борюсь с диванами. То есть, для косых, кто, собственно говоря, не может один глаз закрыть. Хорошо, давай. Самое главное, для чего мы это делаем, что получит победитель. А ты вот бескорыстно не можешь. Не могу, естественно. Ладно. Победитель разделит со мной следующее развлечение. А каким оно будет? Давай. Я надеюсь, что безопасным. И все-таки водитель будет, поэтому я тоже сражаюсь. Я готов. По три попытки каждому. Раз, два, три. А ничего страшного, что Татьяна сидит ближе. Ну я же девочка. Девочкам нужно. Ладно. Я могу тебе глаз только один закрыть. Ты умеешь закрывать глаз? Давай, правду закрывай. А надо? Так, целься. Опа. Почти в диван. Так, чувствую, я не поеду. Дальше. А надо глаз закрывать? Вот, 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 смотри, я уже иду на... Опа. Ура. Оба-на. Ура. Хорошо, что мы имеем? 170, 40 и 10. Это 220. Спросите вы, как я так быстро считаю. Да, ребята, у меня есть в ухе режиссер. Пожалуйста. Раз, два, три. Хочете ли усложнить? Оба-на. Десять. Чувствуете, да? Держите меня, телезрители. Десять, уже 20. Как это ты делаешь? Есть ли вопросы? Может быть, они, конечно же, и есть, но надеюсь, что... Простые. 90. Я победил. Да. Да. Это все один законодательный. Это классно. Куда я еду? Не знаю, сколько денег положил, туда и едем. Хорошо. Друзья, по традиции, у нас есть пять конвертов. Там, соответственно, находятся деньги. Нет, это не зарплата. Это такой небольшой бонус для того, чтобы вы смогли дать следующее задание нашей Екатерины. Дады, пожалуйста, выбирайте. Синий. Традиционно в цвет платья. Я напоминаю, что это розовый цвет, платье у тебя красное. Ну да ладно. Я как ты не различаю оттенков. Оба-на. А мы загуляем, Илья? А все зависит от того, на какую сумму загуляем. А на 60 рублей мы загуляем. 60 рублей. Вот это повезло. Вот это хорошо. Я не знаю, как будем делать. И заметь, в этот раз я просто положил листик с цифрками 60, 40, 20 и 15. Мне не повезло. Тебе повезло. Тебе наоборот повезло, потому что сумма практически самая большая. Дорогие друзья, если у вас есть какие-то вопросы, жалобы, предложения, вы всегда можете дать нашу страничку ВКонтакте, написать, куда съездить и где гульнуть. И она обязательно гульнет. Тем более в этот раз ожидаем 60 рублей. И на этот раз сырье иконы. Это твое личное. Дорогие друзья, я хочу сказать, что сразу же после рекламы группа Бубокс здесь, наконец-то, в прямом эфире телеканала Беларусь-2. Поэтому, пожалуйста, не переключайтесь. По традиции все самое интересное впереди. Спасибо, что пришла. Убежала от вас в день. Реклама на Беларусь-2. Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир. И я уверен, сейчас многие спрашивают, Илья, ну сколько можно тебя уже смотреть? Ведь мы же ждали группу Бумбокса Андрея Хлыбнюк. Дорогие друзья, здесь, в прямом эфире телеканала Беларусь-2. Андрей, спасибо огромное, что к нам заглянули в прямой эфир. Ну что, хочется поговорить, конечно же, о вашем туре. Ведь я знаю, что в Украине 2 апреля, он уже стартанул 2016 года. И до сих пор продолжается. И до сих пор, насколько я знаю, на 20 концертах, если мне не изменяет память, а я мол, что она мне не может изменять, 32 тысячи человек уже посетило. Да, да, в этом году. Это было бы больше, просто залы были такие. Этот тур, за исключением нескольких городов, проходил в закрытых помещениях. Ну, в залах там, я не знаю, на тысячу, две, больше, три тысячи. Это делают люди, которые не могут, не успевают купить билеты на ваши контакты. Плачут. Вот такими слезами. Какие города уже посетили и куда поедете? Страны. Ну, это будет много всего. Страны. Лучше страны, да. Страны будут еще, кроме страны, прекрасной Беларуси. Очень приятно, что вы зовете в этом туре нас к себе. Это прекрасно. И спасибо большое. Ну, а как иначе, вас очень любят. Спасибо. Еще будут, будет Германия, Чешская республика, Соединенные Штаты Америки, Канада. Ну, по мелочи. Я знаю, что в Полтаве произошел такой интересный случай. Сгорел пуль звукорежиссера. Расскажите немножко об этом. Я знаю, что концерт длился ровно 25 секунд. Ровно одну песню, нету не до конца. Нету не до конца. Расскажите немножко об этом. Ну, смотрите, очень просто. Весь день вы тратите на саундчек, потом еще пару часов сидите в гримерке, ждете, пока выйти на сцену. Все скандируют название вашей группы. Вы выходите, говорите, добрый вечер, название города. И потом плюш. И все. И на этом, что делали зрители? Требовали ли они, не знаю, вернуть деньги, перенести концерт? Я знаю, что вы потом вернулись в этот же клуб, где проходил ваш концерт, и все вроде бы остались довольны. Ну да, нам пришлось перенести концерт до зрителей, что делали, нет, музыканты, что делали. Музыканты, да. Старались провалиться под землю. Первых где-то полчаса. Это какому городу так повезло? Это в Полтаве. В Полтаве. Да, ну, было замечательно. Мы приехали еще раз, и это был повод вернуться. Говорят, что если надо вернуться, перед этим смотри в зеркало и улыбайся. Мы смотрели в зеркало и улыбались. И улыбались. Да, да. С такой, знаешь, немножко улыбкой психической. Слушайте, но не могу не задать вопрос. Я уверен, что вам его задают постоянно по поводу вашей легендарной песни в актерам. Ехал я в машине специально, слушал, подпевал, хотел исполнить в прямом эфире, но мне сказали Илья. Пожалуйста, пускай этим занимаются другие люди. Например, я. У нас есть профессионалы. У нас есть небольшое видео. Танюш, пожалуйста. Так. Где наша зрительница? Это девочка. Наша белорусская зрительница. А сейчас зачем ты дашь на тормоз? Я, Савин Андреев, еле сдерживает слезы. Вопрос извечный, зачем? Да почему я не по многу с ума? Я не одна. В общем-то, девчонка старается. Девчонка не посматривает даже в текст. Видно, что она слушает эту песню на репедии. Это наша телезрительница. Мы ей говорим огромное спасибо и передаем привет. Как ее зовут? Как ее зовут? Это важный вопрос. Это Мария. Марина Шаюк. Мариночка, ты очень крутая. Молодец. Все, кто имеют силу, волю и смелость опубликовать свое творчество, они все заслуживают похвалы. Ну а как вообще относитесь к перепевкам ваших песен? Не обидно ли это, что перепевают? Почему? У меня недавно был забавный случай, когда я вел одно мероприятие. У нас был хедлайнер, определенная группа. И до выступления хедлайнера у нас выступал кавербэнк. И в этот момент ей начинают играть песню человек, который выйдет на сцену буквально через 10 минут. У него лицо было, это чисто правда, вот это честное слово, он шел, потом посмотрел на них, сделал так, и пошел в сторону гримерки. Настроение было испорчено. Как вы к этому относитесь? Серьезно? А кто это был? Я вам потом расскажу, закатываю, что было за грубо. Песни должны жить. Если вы с этим не согласны, ну... Абсолютно согласны. Судитесь. Но... Дело в том, что релиз это одно, официальный релиз, когда там право на продажи какие-то кому-то отдают. А то, что люди поют ваши песни, это счастье. Вспомните то время, когда вы мечтали об этом, и все будет нормально. И все будет хорошо. Можно я скажу, что ваша песня, которая взорвала просто все и вся вахтера, как она родилась? В муках. Как звали ту вахтершу? Я медленно спрашивал имя у вахтеров. Ну, две бабушки хорошие, добрые, честные. Сражались, как могли, чтобы не пустить никого в общежитие чужого. Говорят, что настоящий хит, да, он пишется быстрее всего, да, буквально? По-разному. По-разному. В вашем случае, вот опять же, раз мы сегодня говорим не только про турную, но еще про песню вахтера, сколько по времени писали песни? Ну, если ты пишешь свой собственный настоящий хит, он может долго писаться. Если пишешь чужой какой-то хит, я намного написал для разным людям хитов, но то это быстро. Я, например, люблю делать пять или четыре, три песни, и из них потом одну. Тогда получается интересно. Ну, задача сделать хит никогда не стоит. Если вы хотите заниматься хитмейкерством, то вам в продюсеры. Да, да, а если хотите просто отдушину, чтобы просто вам было жить хорошо, лучше, тогда пишите свои собственные песни для души. А вот недавно у вас вышел альбом. Спасибо, Танюш. Да. Это называется... Вы такие кутики. Которые называются люди, но видите, вот. Собственно говоря, что хочется сказать. И я не просто так взял его в руки. Во-первых, как изменились ваши песни за 11 лет? Это первый вопрос. А второй вопрос, я знаю, что очень часто у вас бывает до выхода диска люди уже скупают абсолютно все. И я даже знаю, у вас был случай, когда вы делали автограф-сессию, и она продлилась, по-моему, больше трех часов. С чем связан такой успех, и самое главное, что ждать людям, которые послушают эту пластинку? Эту пластинку? Да. Ну, скажем так, задачи не поменялись за тысячи лет. Любое искусство, даже такое пластмассовое, как популярная музыка, оно должно нести вечное, простите, доброе, светлое забанальность. Ждать того, что вы подобреете, и ждать, наверное, того, что вы услышите, ну, качественную запись. Мы приложили максимум усилий на очень хороших студиях, чтобы это сделать. Тематика песен вообще, она как-то измерилась или нет? Нет, те же викинги, как и было, Led Zeppelin. Все как всегда, все, что мы, в принципе, любим в группе Boombox. И вот этот вот диск, ты же еще раз напомни нашим телезрителям, мы отдадим, подарим победителю нашего сегодняшнего интерактива. Обманете, да. Спасибо, Танюшки. Давай его, кстати, посмотрим. Прямо сейчас, да, поднести итоги нашего интерактива. Я напоминаю, что Андрей, вам придется определить, кто же у нас забирает диск в группу Boombox. Кому пойдет диск Boombox? Занимается ребенок и очень активно многим мячей. Это беговая дорожка для детей. Беговая детская дорожка. Ничего себе, первый раз вижу. Круто. А Мария Блинникова. Не мог не заметить. На фоне тренажера. Ирина. А все с тренажерами должны были присылать фотографии. Вообще, как они занимаются спортом, и самое главное, худеют ли они при этом в домашних условиях, не в домашних. Александр Котов. Фотографии, пожалуйста. Замечательно. Я напоминаю, что с теми нашего интерактива уголок спорта в нашем доме. Замечательно. Катя Даниленко. Вот уже хотя бы полкилограмма. Это Гири, да? Виктор Давидов. Лыжи. Лыжи. Актуально для нашего эфира сегодняшнего. Александр Бирюк. Пока мы смотрим фотографии, Танюш, я хочу вот Андрею задать вопрос. Есть ли у вас в доме уголок, где находятся лыжи, беговая дорожка. И берете ли вы его с собой? И самое главное, брусья, пожалуйста. Нет, лыжи нет. Есть станок. Станок. Да, и есть теннисный стол. Вы играете в теннис? Да, я люблю играть в теннис. И есть перекладина, есть... Ну, беговой дорожки нет. Сразу же все себе... Она громоздка, и потом превращается в полотенце-сушилку. Все наши телезрители сейчас представили, какая у вас маленькая квартирка. Скромные. Есть и теннисный стол. Вот зачем вы, да, спрашивали. Кого же вы выбираете? Конечно же, вот девочку на беговой дорожке. На беговой дорожке. Но я гири или лыжи как-то не хочется. Поздравляем! Давай покажем. Пожалуйста. И дарим вот этот вот замечательный диск вам. Еще раз ура. Со всеми автографами. Спасибо тебе, Грома Танюша. Ура, ура, ура. Что хочется сказать, во-первых, нашим телезрителям. Спасибо за то, что вы участвуете в нашем интерактиве. Я напоминаю, что сразу же после нашей программы, во время нашей программы, увидите новый клип группы Boombox на песню «Люди». Вы сможете оставить свои комментарии. Ну и, конечно же, пожелать всего хорошего. Андрей, вам огромное спасибо за позитив, за то, что к нам приехали. Приходите еще. Удачи, мы перейдем обязательно на ваш концерт. Ну а прямо сейчас, Танюш, представляй. Клип группы Boombox. Смотрим. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» Мы откроем вам страшную тайну, как надеть на себя джинсы на два размера меньше На наших ведущих испытаем секретный коктейль, один бокал которого поднимет с дивана любого мужчину А также узнаем, как платье Боха может изменить жизнь девушки 14 февраля